здравствуйте здравствуйте сегодня в нашем подкасте мы решили поговорить о последнем причем я употребляю это слово во всех его смыслах возможно фильме алексея балабанова я тоже хочу я смотрел его неделю назад настя смотрела его буквально вчера конец света до конец света что кстати очень характерно полный сюжет этого фильма и те удивительные удивительное совершенно впечатление которые лично у меня возникли я с твоего позволения начну они связаны даже не столько с самим фильмом сколько с личностью режиссера я вдруг поймал себя именно на этой мысли что мне показалось что с человеком который снял такую фильм что-то происходит нечто больше чем происходит ну с любым нормальным обычным человеком все время то который как-то живет в этом мире и ощущает себя в нем и понимает что он не кусок гранита нет я имею ввиду что происходит нечто нечто большее что-то такое глобальное происходит с режиссером этого фильма и мне показалось какой-то момент что этот фильм может стать для этого человека последним осознанно последним потом уже я прочел какой-то интервью с ним с алексеем балабановым где он примерно это и сказал то есть фильм снят я слежу за тем что делает балабанов в кино я видел наверное все его работы но может за исключением пары картин может быть ранее каких-то первой картины может я не смотрел и он не интересен он профессионален он адекватен он реален да это это реальное кино и этим он не симпатичен он снимает разные кино брак это одно а например там груз 200 до другое несколько но и в том и в другом случае это реальное кино ты хотела сказать что подумала может быть в клинице в клинице балабанова не знаю мне наверное меньше опыта знакомства с его фильмами я как-то так я существую немножечко ветреная там посмотрела сям увидела здесь чем-то поинтересовалась и именно наверное в этом контексте здесь поинтересовалась я в пятницу пошла в кинотеатр купила билет и села одна рядом с счастливой целующейся парочкой рядом с народом который тем не менее несмотря на всю атмосферу фильма оптимистично ел попкорн и мы начали все это смотреть забавно да попкорн в этом контексте прекрасно то есть народ смотрит народ думает ё-моё какой-то интересный фильм балабанов тот самый человек про которого кто-то что-то говорил и на середине я поняла что жевание попкорна из мешки чмок они несколько замолкают под конец народ смотрел остекленевшими широко раскрытыми глазами в экран а потом когда уже фильм закончился одна девушка встала замолчала и сказала я ничего не могу сказать я не понимаю что произошло и примерно в таком же состоянии вышел оттуда медленно покачиваясь весь зал никто точно не понял что произошло и произошло ли что то потому что фильм обрывается на том самом моменте когда кажется вот 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 что-то произойдет сейчас мы узрим чудо а чудо как черная кошка из угла пробегает махнув хвостом где-то что-то мелькнуло и все и человек остается в этой самой дурацкой пустыне умирать и также зритель думает господи мы весь фильм ждали что же произойдет а тут надо осмыслить вот этот маленький момент и все уходят но просто люди которые ждут этого они ждут некой сюжетности до придуманности балабанов как некоторые другие российские молодые режиссеры тем и хорош что понимают что как бы бессюжетность жизни это и есть сюжет жизни это есть ее реальность потому что наша ежедневная жизнь в ней не случается подвигов которые случаются в голливудских фильмах это все неправда хочется правды мы невольно считаем но как бы качественным произведением искусства если она адекватно реальной жизни да мы невольно по крайней мере я я невольно сравниваю это с тем как она есть в моих ощущениях то есть то самое на самом деле если я вижу что это ложь фальшь то есть они это видно сразу это видно сразу когда актеры так то что они показывают в кино люди так не говорят в жизни не движутся нет нет не любят ниц это все неправда и такого кино разного и отечества не отечества подавляющее большинство оно нереально оно придумано придумано плохо снято плохо и прочее 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 так вот палабанов один из тех кто снимает реальное кино почему-то очень многие называют это чернухой ну это не та категория в которой я например оценю произведение искусства если жизнь сегодня такова значит она такова завтра будет какая-то другая жизнь и она будет снята также адекватно жизнь жизни на человек когда идет в кинотеатр особенно современно избалованный всяким голливудом и прочими романтическими мелодрамами зритель он ожидает интересной картинки он ожидает позирующих героев может быть поблескивающих в свете своей уникальности а тут он встречает людей обыкновенных и картинку обыкновенную и все такое как происходит в его жизни и наверное людям которые неподготовленными попали на этот фильм который просто по стечению обстоятельств случайно взяли билет мне кажется что хорошо тем не менее хоть они не были готовы к тому что произошло в этом зале вполне возможно это событие заставит их о чем-то задуматься по-другому взглянуть на кино может быть откроет и новые горизонты не всегда же смотреть в конце концов сумерки ну наверное откроет или не откроет не знаю там как получится как пойдет насколько человек готов к тому что что-то извне открыла в нем что-то мне кажется если человек мало-мальски любопытен и он встречается с чем-то непонятным для себя то мы же не в каменной веке у нас в конце концов google есть может быть он заглянет почитает кто такой балабанов может быть он почитает интервью блог потом посмотрит его фильмы и что-то для себя откроет но случайности не случайно но может быть но это уже мы говорим не столько о фильме сколько о людях которые воспринимают на разве фильм может существовать без людей которые воспринимают сколько людей посмотрело столько и вы просто мы никогда не знаем как люди на самом деле его воспринимают это наши догадки на самом деле то что происходит другом человеке это 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 неизведомо мы можем кое-как пытаться сформулировать то, что в нас самих происходит. Дай бог нам с этой задачи справиться. Хоть как-то. И возвращаясь, собственно, к фильму, меня удивило, меня удивило, вот, в отличие от всех предыдущих его лент, такая трогательная беспомощность, вот, по-хорошему, именно режиссерская беспомощность. Потому что мне казалось, что после того, как Тарковский снял «Сталкера», и эта тема на уровне сюжета, ну, как бы закрыта, тем не менее, Балабанов берет эту тему и снимает умудренный опытом человек свою далеко не первую картину, так как он ее снимает. И уже начиная с этого факта, с этой точки зрения, в этом есть какая-то такая наивность, да, вот, ну, если бы так делал, там, не знаю, там, дебютант в кино, было бы неудивительно. Ему бы казалось, что еще как бы есть что сказать, да, на эту тему, потому что сюжеты, там, «Сталкера» и фильм, о котором мы говорим, именно сюжет, очень сходные, ну, в главном они сходные. То есть есть некое место, которое делает людей счастливыми. И туда идут разные люди. Точка. Вернее, многоточие. И тем не менее, Балабанов взял это как сюжет. И он был автором сценария этого фильма, режиссером. Именно поэтому я думаю, что меня уже даже больше интересует он сам, чем этот фильм. Хотя, казалось бы, какое мне дело до какого-то там человек, который я даже не знаю. Но мне кажется, что он стоит на пороге каких-то, находится, вернее, в процессе какого-то мучительного, чего-то очень мучительного. И этот фильм снят очень искренне, очень беззащитно. И это очень часто как бы спасает фильм от... То есть какие-то проколы в фильме компенсируются искренностью. Я такое замечал не раз. что очень сильная, именно сильная искренность способна перекрыть некую наивность иногда. В каких-то случаях некое невладение мастерством, ремеслом. Ну, в данном случае это не относится к Балабанову. Потому что то, как пытался Тарковский решать в «Сталкере» вот эту задачу с помощью вот этих актеров, вот этого сюжета, вот этих декораций, вот этого мира, который он сделал. И то, что сделал сейчас Балабанов, это ведь очень разные вещи. Потому что у Тарковского все очень... ну, как бы очень серьезно. И тот мир, он, в принципе, придуман, тот мир, да? В отличие от Балабанова, у Балабанова мир не придуман. Да? Он абсолютно реален. Да? Вот этот вот резкий переход, когда мы видим, что, значит, сцена со шлагбаумом и войсками, да? И дальше начинается другая жизнь. То есть, в принципе, это мистика. Да. Он мистический, да? Но при этом... Военные стоят абсолютно спокойно. Да. В отличие от фильма «Сталкер», где военные не пускают в зону никого. Да? И нужно прорываться туда. И вот... Не знаю. Я не могу отрешиться от мысли того, что для меня эти догадки о том, что происходит с режиссером, с конкретным человеком, они важнее даже, чем, собственно, фильм. Вот это происходит, наверное, впервые. Я подумал о том, что... Что должен чувствовать человек, написавший это как сценарий, снявший это как режиссер, что в нем происходило на момент съемок. У тебя не было такого ощущения? Он же там в эпизоде сам снимался, да? Да, да. И вот как он там снимался как актер? Он так иронично. Я член киноакадемии. Это как будто бы человек подводит итоги собственной деятельности. Вот-вот. Что вот он, он великий прославленный режиссер, о нем кто-то пишет, кто-то говорит, его фильмы смотрят, и тем не менее он так же, как и все остальные, сидит около этой колокольни и ждет счастья. Причем только что музыкант прошел, его взяли, проститутка пробежала, несчастная вот эта девушка Люба. Ее тоже взяли, а он, несмотря на то, кем он был, что он делал, он все равно не заслуживает счастья. Мне кажется, тот самый большой вопрос, а кто вообще заслуживает? Что человек должен сделать такого, чтобы быть счастливым? Этот вопрос перед нами перед всеми стоит. Может быть, надо было страдать. Мне кажется, вот эта вот девушка Люба, про которую я уже начала говорить, это какой-то, не знаю, может быть, даже библейский образ, что-то еще идущее от Марии Магдалины, вот эта вот раскаившаяся проститутка с таким символическим именем, которой все надоело, которой жалко маму, которая плачет, намучилась, и у нее, ты реально понимаешь, что у нее больше нет никакого выхода, ей некуда идти, и то, что ее возьмут, это стопроцентно вероятно и обязательно. А почему действительно кто-то проходит, а кто-то нет? Вот почему музыкант прошел, а бандит остался? Видимо, важно, как ты живешь. С чем ты приходишь в это место, откуда могут взять, а могут и не взять? Кто ты? Какие у них критерии? Кто ты? Да, в общем, нам кажется, что, я думаю, ты не будешь со мной спорить, что это тот фильм, который нужно пойти и посмотреть, вот именно нужно пойти и посмотреть. Да, наверное, как раз без попкорна, не развлечения ради, а просто заглянуть в этот экран и под конец остаться перед самим собой, задать себе искренний вопрос, а что ты сделал такого, и достойно ли ты своего счастья? Да, достойно ли вы своего счастья? Будьте здоровы! Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова